сегодня уже 6 число уже третий день нашего пребывания на острове много преобразились да мы уже стали конкретными островитянами вот походка от бедра появилась я понимаю почему у них сейчас такие красивые фигурки даже мужчин вот ну и ясно мы будем скоро петь по-зимбабве вски вот акуни богу дига да гу сегодня у нас есть эксклюзив шишки в самира ханам сиз Играет музыка. Играет музыка. Причем с Мальдивой. Эксклюзивы. Вот суммонезный магазинчик. Вот например мне, срочкой грушки для Сангеры. Теперь у нас может разучивать различные австралийский танцы. И показать свои сусла. Я сейчас на дедомоге танцы. А также нам надощиться. Стань на дочке. Стань на дочке! Окей, вот что я делаю, факт и совещь. Вот. Вот. Значит. Все вот в таком ракурсе. Взяли на 78 долларов. Небольших там магнитиков, безделушек. И вот одну такую музыкальную стручку. Чтобы Самира могла разучивать островикитянские танцы. Да. Вот. Нормально. Подписались, убежали. Осталось выяснить, как можно сбежать с острова. Вот этим еще мы подумаем. Еще два дня есть в запасе. А вот огромное кладбище, где живут кокосы, не приносящие бабосы. Тобор пропадает. Тобор пропадает. Зазря пропадает тонны, тонны, то есть кокосов. Вот. Просто гниет, превращается в удобрение. Можно было его уже как-то использовать. Давно порад было догадаться. Реально здесь почти как в джунглях. Можно пройтись. Внутри острова нехто любит путешествовать. Также как приносит противоводы и проводы. Отличная идея. Не пропадал бы кокосы столько. Не пропадал бы кокосы столько. Ну и хорошо. Но не в этом-то дело. На самом деле здесь очень-очень много развлечений. Очень. Спортивных развлечений только хватает на то, чтобы здесь целый месяц оставаться. Есть плавание, катамараны, подводное плавание. Это вообще супер. Но это не просто какой-то дайвинг клуб. Дайвинг, да. С аквалангом вы можете тренироваться. Есть специальные маски, эласты. Вы можете весь коралловый берег оплыть. Вот. И изучить. Все равно, все равно остается много чего, чего можно познать. Не изученного. Да, не изученного. Я например вчера, до вчерашнего дня два раза Мурен видел. С помощью маски обычной. Причем не глубоко. На расстоянии где-то 5 метров, 10 метров максимум от берега. А вчера, там где уже было где-то вот, вот мне вот так. Я смог разглядеть такую здоровую трехметровую как бы рыбину. Я думал рыба. Подошел когда поближе, увидел как она вот так плавно двигает своим корпусом. Я понял, что это скат. Ската видеть под водой вообще красивое зрелище. Небольшой скат, не бойтесь. Это не страшный скат, это не скат хвостокол, который может ранить человека. Нет, это простой обычный скат. Такая же рыба как и все. Как и Мурена. Просто плоская. А вот наши соседи перешли немного там за мель и начали кричать акула, акула. Да. Там была на самом деле акула. Ну небольшая. Ну максимум там полтора-два метра размером. И это не те акулы, которых вы привыкли видеть в фильмах. Австралийские акулы бывают такие. Белые акулы. Опасные хищники. Людоеды. Как их называют. Нет, это обычная коралловая акула. Причем она такая небольшая. Ну это наверное маленький детеныш был. Которые питаются. У них даже зубов нормальных нету. Они питаются моллюсками. Моллюсками. Даже планктоном. Так что они не опасные. Многие аквалангисты специально ныряют. Для того чтобы дотронуться до этой акулы. Там погладить ее. Она даже не делает резких движений. Вот так вот. Да, ну спортивные эти. Замечательно. Катамараны. Там лежанки специальные. На которых можете пойти. Спортивный мотоцикл. У нас тоже в Бакуе тоже есть. Можно там научиться. Да, но например. Спа-центр у нас здесь великолепный. Смотрите. Где-то спа-центр. Да. Мы сюда вернемся еще. Ну не... Вот. Самое главное хотя бы научиться. Можно туда и в одиночку пройти. Можно туда и в одиночку пройти. Да. Научиться, чтобы вы более быстрее послепощенны. Мама. Все здороваются. Все вежливые. Очень-очень вежливые. Вот и утренний завтрак. Мы через Болибар только что прошли. Замечательное место, где отдыхают почти все. После ужина. А вот это наш ресторан. В котором мы часто-часто-часто. А это наш шеф-ковард. Он все время готовит. Нам он где-то по утрам. Фикарная гарничка. Вот. Очень красиво. Вот. Очень красиво. Смотрите, как он это делает. Просто акробатика. Я дала слово, что я тоже научусь вот так же, как у нас омлет. И теперь рецепт секреты узнала. Да. Ну, слово-то дать можно. Слово дала. Да. Теперь осталось научиться. Я, честно говоря, не обещаю научиться вот так готовить. Я обычно яичницу не так часто ем. Но вот он готовит очень вкусно. Поэтому каждое утро заказываем. Здесь. Индринзия надо, да? Садись. Садись. Индринзия надо, я не знаю. Мы же люди. Садись. 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 Тоже опасная. Говорят, что шансов перевернуться мало. Но всякое бывает. Ветерок будет. Если мы окажемся опять этим вдвоем. Если мы, если мы, если мы, если мы, не так надо управлять, не так надо управлять. И тут перевернув. Приключенческий. Adventure. Столько приятных ощущений. И вот так мы решаемся поплыть. Или не решаемся. Мы еще думаем. Запросто. Здесь инструктор. Если вы не умеете пользоваться вот этим, он прекрасен. Вот отсюда до следующего острова и вокруг вот так острова шикарно можно сделать шикарный круг. Там пейзаж еще краще. Вот люди едут туда и там на коралловых рифах. Вот подальше. Вот туда видите. Там на коралловых рифах они. Покажи, покажи. Вот туда вот. Коралловые рифы. И вот там они. Вот там. Делают подводную съемку. Ныряют потом с катамарана. С масками. С камерой. И снимают. На свое удовольствие. Плавают замечательно. Это прекрасное пришествие. Но если кто боится, здесь еще другое вот такое. Давайте. Катамаран. Но это уже парусник такой. Райной. Вероятность того, что он перевернется, вообще еще меньше. И для опытных, кто умеет управлять парусниками, другая цена. Но цена с инструктором, с ребятами, которые целый день здесь тусуются, ну, не так сильно отличается. Я бы рекомендовал все-таки с инструктором попробовать. Так вот и что. Вот. Двухместный вот тот катамаран. Здесь есть курс обучения. То есть, вы можете полностью пройти 8-часовой курс обучения и управления вот этим устройством. Ну, для одного человека это будет 324 доллара. Вот так. А если вы берете на управление, то это будет на 1 час 65 долларов. А на 2 часа 103 доллара. Думаю, 2 часа это было бы идеально. Вот. Без инструктора, вот разница всего лишь в 10 долларов. Даже меньше. А на 2 часа, ну, где-то около 30 долларов делать. Я не думаю, что если вы на 2 часа хотите покататься без инструктора, вы будете знать, где какие хорошие здесь объективы, где хорошие там посмотреть, виды есть, как нырять. Ну, вы хотите нырять, а кто-то должен им управлять. Поэтому, если вы вдвоем, с супругой, с невестой, лучше было бы, конечно же, чтобы с инструктором мы поехали. Итак, 103 доллара. С капитаном катайтесь, наслаждайтесь, снимайте на все свое удовольствие. Давай. Чего ты сейчас снимаешь? Идет борьба. Ожесточенная борьба. Да, да, да. Это всего лишь начало. Мне один точно не хватило. Здесь десерт раскладывают. Великолепно вообще. Поворачка. Ребята очень очень рады. Поворачка. Если вы захотите какие-то эксклюзивные вина, вот прям здесь же выставлены очень красивые вина. Вот они. Вам на подбор принесут вот эти проблемы, да, хорошие. Самам благородство и мужество в одном лице. Красавица ты моя. Классно? Ну как? Ой, и страшно, и прекрасно, и опасно, и заманчиво, и романтично. Такая природа. Ну вот, знакомьтесь, луна. Она уже давно взошла, хотя ее не очень хорошо видно. И вот, вроде солнце за горизонт ушло, но светло. Нормально. Вот летучие мыши наши друзья, которые постоянно витают здесь. Она улетела. Боб с ней. Мы с ними уже подружились, в принципе. Да, здесь очень романтично, здесь просто действительно рай. Ну, одному сюда приехать, ну, честно скажу, тупо, глупо и просто безрассудно. С подругой приехать, ну, тоже непонятно зачем. Смысла нет. А вот с женой, идеально. Приехать на медовый месяц великолепно. Просто забываешь о всем, о том, что тебя когда-либо беспокоило. Ты начинаешь понимать, что мир очень большой, очень разнообразный. И он вообще-то очень прекрасный. Намного прекрасней, чем когда-то ты мог его себе представить. Чтобы это почувствовать, надо просто прийти, желательно с женой, на неделю. И просто здесь пожить. Вот. Когда видишь такую красоту, ты понимаешь, что все это могло быть случайным. Это все специально задумано. Как будто шоу Трумэна, кто смотрел. Вот все придумали специально для тебя. Снимают, загадывают, людей встречаешь таких замечательных. Все улыбаются. Ну, как будто весь мир специально создали для тебя, чтобы ты вот здесь почувствовал себя. Ну, вот человеком. Да. Настоящим. Да. И любимым. Красота не описывает. Любимым, да. И не только своей супругой. Вот ты любим еще жизнью этой планетой. Этой водой. Этой водой. Океанической. Этой водой. Этой водой. Этой водой. Этой водой. Существами. звуки лесные да бывает и мышки тоже как сегодня наш последний день в этом райском уголке нужно собираемся в дорогу практически мы уже собрались тут нечего делать вот чемодан уже заряжен по полную мы взяли с собой несколько кораллов там ракушек для того чтобы смотреть из себя какую-то оригинальную композицию вот придумаем а так мы купили не сфиксируют люди которые хотят реально побывать на острове отдохнуть на острове это не просто курорт или пляжный там отель которым у нас будет там возможность поплавать позагорать не это поста отдых на острове что-то другое не сравнить это не с одним курортом посмотрите соберитесь приходите а потом расскажете не пожалеете и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Falling in love needs you And like the river flows Chilling to the sea And hollering so it grows Something I'm meant to be Take my hand Take my whole life too But I can't help Falling in love with you If I can't help Falling in love with you I can't help Falling in love with you Продолжение следует...